Бригада новостей продолжает свою работу в эфире в студии Елена Катаржина в ближайшие 15 минут. Расскажем о важных событиях региона. Для начала коротко о некоторых из них. Ситуация с COVID-19 остается стабильно тяжелой. Действующие в области ограничения пока не снимаются. Уникальное шоу дронов в Великом Новгороде. Как оно готовилось? Посмотрим с места старта. Александр Невский. Рождение воина. Почти 700 человек посмотрели в минувшие выходные премьеру спектакля на площадке уличного театра Садко. 13 летальных случаев от коронавируса зафиксированы в Новгородской области за последние двое суток. Шесть смертей зарегистрировано в воскресенье и семь сегодня. Всего за весь период пандемии от COVID-19 скончались 265 жителей региона. На оперативном штабе ситуацию оценили как стабильно тяжелую. Сейчас под наблюдением врачей находятся более 2,5 тысяч человек. Из них 766 проходят лечение в стационарах. При этом количество людей с тяжелыми формами заболевания увеличилось на 5%. Болеют все те же группы населения. Основная масса на прошедшей неделе это были рабочие и служащие, 56% от всех заболевших. И каждый третий это неработающий пенсионер. Продолжают у нас болеть дети. Тем не менее 29% коечного фонда остаются свободными. И на этой неделе в штатный режим работы возвращается кардиологическое отделение в областной больнице. К переводу к прежнему формату работы готовится Солецкая ЦРБ и Клинический госпиталь ветеранов войн. В ряде районов уже достигли целевых показателей вакцинации. Еженедельно увеличивается и количество предприятий, подтверждающих свой безопасный статус. Теперь жители региона смогут прививаться как спутникам, так и спутникам лайт. 4,5 тысячи доз этой вакцины уже поступило в новгородский Минздрав. Также в министерстве опровергли информацию федеральных СМИ о дефиците донорской крови. На сегодняшний день в Новгородской области нет никаких проблем заготовка донорской крови. Все доноры принимаются, и мы готовы принимать еще большее количество доноров, если они вдруг появляются. Поэтому все меры предосторожности на сегодняшний день также обеспечены в станциях переливания крови. Поэтому всех ждем. В ходе заседания губернатор Андрей Никитин поручил обеспечить возможность реабилитации для тех, кто переболел коронавирусом. Напомню, что сейчас в Великом Новгороде проходит углубленная послековидная диспансеризация. Записаться на обследование можно через холл-центр. Сегодня региональные Минтранцы Новгород-Автодор озвучили возможные шаги по решению проблемы для деревень Плетниха и Новая Мельница. В июле мы рассказывали, что от городской транспортной инфраструктуры их отделяет, по сути, единственная пешеходная тропинка, ходить по которой небезопасно. Сегодня представители ведомств на месте встретились с жителями. У нас здесь случилось ДТП. Я не знаю, знаете, вы о нем не знаете. Сбили 15-летнего мальчика, который переходил дорогу с велосипеда. То есть он повернулся посмотреть, едет ли кто. И его задела машина, которая ехала близко к обочине. Мальчик два месяца почти находился в коме. На данный момент он из состояния комы вышел. Но о полном выздоровлении речи не идет. ЧП не случилось бы, если бы на этом участке дороги был сделан тротуар. Уверены местные жители. Каждый день здесь ходят десятки людей, в том числе и дети. Потому что именно здесь многодетные семьи получают землю. Единственная безопасная дорога находится во враге. И понятно, что с наступлением дождей ее затапливает так, что волей-неволей местные жители выходят на трассу. Сегодня на место приехали представители Министерства транспорта и Новгород Автодора, чтобы озвучить решение проблемы. Для того, чтобы нам провести, скажем так, межевание отдельно, выделить дополнительную землю, необходимо провести реконструкцию. Либо капитальный ремонт, чтобы устроить в полосе отвода существующей дороги. Но так как запланирован ремонт, эти виды работ не представляются возможным провести. То есть в рамках ремонта дороги сделают только дорожное полотно. Но для того, чтобы провести здесь реконструкцию, необходимо включить эту дорогу в федеральную программу. Раньше 2024 года это сделать не получится. Все, что пока могут предложить Министерство и Новгород Автодор, сделать укрепление существующей обочины. Это будет выемка толщиной 10 сантиметров и укрепление щебнем в перемешку с асфальтовым гранулятом. И, соответственно, ее уплотнение. Действительно, по ГОСТам, там, где нет тротуара, пешеходы должны пользоваться обочиной. Сделать ее по всем стандартам в Новгород-Автодоре пообещали до конца 2021 года. Раньше никак. Из-за большого объема работ по другим дорогам. Следком выясняют обстоятельства гибели мужчины, которого погубил самодельный болотоход. Его тело обнаружено на берегу реки в районе деревни Платишина Новгородского района. По предварительным данным, 55-летний мужчина не справился с управлением при подъеме и перевернулся. Заметим, что подобное ЧП произошло в апреле нынешнего года неподалеку от деревни Барки. Тогда местный рыбак также погиб, перевернувшись на самодельном вездеходе. Уникальное шоу дронов вызвало огромный интерес среди новгородцев. Около полуночи в центре и на торговой стороне даже возникли пробки. Анна Вихрова наблюдала за представлением с места старта. Спектакль, который будет показан зрителям с помощью дронов, команда готовила несколько месяцев. А вот для того, чтобы запустить все это великолепие, достаточно одного технического специалиста. В прошлый раз многие новгородцы расстроились, что узнали о шоу в самый последний момент. Зато сегодня, посмотри на воздушный спектакль, собрались сотни новгородцев. Команда в последний раз проверяет дроны перед стартом. Всего воздух в этот вечер взмыло 500 летательных аппаратов. Пожалуй, так на новгородской земле. Об Александре Невском рассказывают впервые. Придумывали сценарий, делали-делали-делали, понимали, что да, это будет неинтересно. Останавливались на этом и начинали заново. Вот, наверное, одна из самых сложных частей. В итоге сценарий все-таки был утвержден. И программисты написали код, который позволил аниматорам выстроить необходимые фигуры. Стартовали дроны с веселой горки. Но вот смотреть театрально-драматическое шоу лучше было с пешеходного моста. Несмотря на дождь, спектакль состоялся. Ни организаторов, ни зрителей, ни погода не отпугнула. Какие там все делают? Там люди сидят, какими-то управляют. Привет, друзья. Ого! Самыми впечатляющими фигурами стали профиль Александра Невского и надпись «Великий Новгород». Ведь именно наш город прочно ассоциируется с судьбой великого князя. Но представление не только рассказывало о прошлом. Создатели пофантазировали и о будущем страны. Обо всем этом как раз и интенсив «Архипелаг-2121», под эгидой которого состоялся запуск летательных аппаратов. Партитура, которая была написана специально для необычного спектакля, усилила ощущение волшебства от светящихся дронов, которые с земли были больше похожи на звезды. Весь перформанс занял 10 минут, после чего дроны вернулись на стартовую площадку. Анна Вихрова, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение. Предвыборным новостям завершился один из важных этапов избирательной кампании. Сбор подписей и представление документов для выдвижения кандидатов. Теперь их рассматривает и проверяет избирком. На очередном заседании были зарегистрированы новые претенденты в государственные и областные парламенты. По одномандатному округу номер 134 на выборы в Госдуму от Новгородской области идут 9 кандидатов. Ранее уже были зарегистрированы Елена Максимова от Российской экологической партии «Зеленый», Дмитрий Перевязкин от Коммунистической партии «Коммунисты России», Анна Черепанова от Российской объединенной демократической партии «Яблоко», Артём Кирьянов от «Единой России» и Алексей Чурсинов от ЛДПР. В ходе очередного заседания избирательной комиссии к ним прибавились ещё четверо. Удостоверения зарегистрированных кандидатов получили Никита Макаревич от КПРФ, Алексей Афанасьев от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду», Илья Приходько от партии «Новые люди» и Николай Захаров от Российской партии «Пенсионеров за социальную справедливость. Любая избирательная компания, даже вот она самая маленькая, а здесь в Государственной Думе она волнительная, волнительная, трудная и требует больших сил и энергии. Вы знаете, когда я шёл на комиссию, я волновался. Я думал, что бы там сказать, что меня спросят. А здесь получилось очень доброжелательно, очень по-деловому. Кандидаты от девяти избирательных объединений также поборются за места в региональном парламенте. Все девять представили документы на регистрацию. По одномандатным избирательным округам было выдано 130 кандидатов. Представили документы на регистрацию 127. Три кандидата не представили документы на регистрацию. Один кандидат от партии «Зелёная», один кандидат от партии «КПРФ» и один кандидат от партии «Пенсионеры». Напомним, что выборы в Государственную Думу и региональный парламент пройдут в течение трёх дней с 17 по 19 сентября. Представители регионального отделения партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» приняли участие во Всероссийской пресс-конференции. Она была посвящена вопросам пенсионного законодательства. На встрече с представителями прессы присутствовали четыре члена регионального отделения. Они сформулировали отношение партии к основным и наиболее обсуждаемым положениям пенсионной реформы. В частности, это постепенный подъём пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 лет для мужчин. Чего мы добились пенсионной реформы? Ровным счётом ничего мы не добились. Пользы государства от этой пенсионной реформы ноль. Ущерб людям, которых коснулась эта пенсионная реформа, просто колоссальный. Подобные брифинги прошли во всех регионах страны. На них представители партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» напомнили свои предложения. Среди них отмена повышения пенсионного возраста, удвоение размера пенсии до 30 тысяч рублей, возобновление индексации выплат военным пенсионерам. Александр Невский. Рождение воина. Новый региональный совместный продукт Министерства культуры и областного театрального концертного агентства. Почти 700 человек посмотрели в минувшие выходные премьеру спектакля на площадке уличного театра «Садко». Авторы рассказывают о пути становления великого князя, о фактах, которые не широко известны. В этом изюминка постановки Анастасия Васюнова расскажет, что ожидает зрителей. Для подготовки завершающего этапа театральной трилогии организаторы взяли паузу в несколько дней. В это время готовили сцену. Для спектакля установили новые многофункциональные декорации, так двухметровые колокола, еще и дополнительные платформы для действий героев. А на заднем плане развернулась зона для музыкантов. Атмосферу Средневековья создает Оркестр русских народных инструментов имени Бабанова. Это спектакль исторический, и он рассказывает о, как он называется, Александр Невский, «Рождение воина». О том, кто такой Александр Невский, каким он был маленьким мальчишкой, как он стал воином, как он научился держать меч, о том, как он свои первые победы одержал. И, конечно же, о том, как сложно порой складывались отношения между Невским и Великим Новгородом, господином Великим Новгородом тогда. Трагические и счастливые мотивы сопровождают Александра Невского в Великом Новгороде. По сюжету сюда он прибывает не один раз. Сначала как ребенок, уже потом как руководитель и храбрый воин. Последний статус молодому князю единогласно присуждают жители древнего города. Самое сложное – это погрузиться в то время. Это же было 9 веков назад, 9-10. Поэтому очень тяжело взять на себя дух Руси, очень тяжело взять этот характер, когда с детства на мечах, на конях. Примерно к 20 годам Александр уже познает, насколько трудно управлять свободолюбивым Новгородом. Он теряет друзей, обретает себя. Сквозь перипетии судьбы князя зрители ведет летописец. Сшивая исторические события, он показывает становление великого князя, приоткрывая занавес в те уголки жизни Невского, о которых не упоминают в школе. Чем отличается Александр Невский от многих князей? Ну, князья в Новгороде – это наемные защитники, скажем так. Но Невский не только военную науку осваивал. Он еще был озабочен нравственными проблемами. Каким образом совместить священное писание, не убей и прочие вещи с тем, что в руках меч и ты убиваешь? Он над этой проблемой бился с самого детства. И нашел ответ. Сценарий для спектакля писали, обращаясь к летописи. Подготовку начали еще в прошлом году, а репетиции с актерами в мае. Всего над постановкой работали почти 70 человек. И все новгородцы – актеры и сотрудники театра драмы имени Федора Михайловича Достоевского, театра «Огня Фолькор», конно-спортивный клуб «Акрона» и многие другие. Спектакль показывают бесплатно в рамках фестиваля «Без кулис». Ну а пока еще можно увидеть становление великого князя Александра Невского. Спектакль пройдет сегодня вечером на этой самой площадке. В течение следующих дней новгородцев познакомят с разными видениями уличного театра. Погрузят нас в атмосферу «Без кулисья» творческие коллективы из Москвы, Серпухова и Санкт-Петербурга. Завершится феерия традиционно – огненным мюзиклом «Садко». Он пройдет 12 августа. Анастасия Васюнова, Галуст, Гивандян. Новости. Новгородское областное телевидение. Расширение спектра госуслуг и способов их получения. Об этом шла речь на рабочей встрече губернатора области Андрея Никитина с министром государственного управления Ильей Борцевичем. До конца года еще далеко, а повод для гордости уже есть. Статистика уверяет, 98% новгородцев работой министерства довольны. А главный проект структуры – это, конечно, центр «Мои документы», с помощью которого можно получить значительное количество госуслуг в режиме одного окна. За три года у нас на 20% стало больше услуг, которые мы оказываем в центрах. Это связано с тем, что сервисы и услуги, и все, что связано с гражданом обращения с государством, все переходит в центр «Мои документы». Если говорить про этот год, из нового мы организовали экстерриториальный прием документов Росреестра. Значит, получить услуги Росреестра можно даже, условно говоря, находясь на даче. Еще налаживается работа с соседними регионами, и появилась новая услуга. Для оформления загранпаспорта достаточно заглянуть в МФЦ. Этой услугой воспользовались уже более 100 человек. Отдельно затронули программу «Регион для людей», в которую входит 7 проектов. От сокращения времени ожидания при трудоустройстве и получения некоторых видов медицинской помощи, до создания единой региональной информационно-справочной службы. Есть и уникальный продукт — открытая система оплаты «Мой выбор», которая пока реализуется только в Новгородской области. То есть человек, который получил штраф, он сможет выбрать, на какие цели муниципалитет направит его деньги. Все верно, что они не куда-то там растворятся, да, они пойдут на те или иные нужды, и он сможет увидеть какой-то результат. Работает министерство и над созданием команды лидеров Новгородщины. Эту практику губернатор поручил распространить на все муниципалитеты региона, а заодно увеличивать и дальше число государственных услуг, которые можно получить в центре «Мои документы». Развитие городских сервисов как способ повышения качества жизни. На площадке креативного кластера «Трест» прошел паблик-ток с директором практик качества жизни агентства стратегических инициатив Татьяной Журавлевой. Города уже давно перестали быть просто местом массовой агломерации людей. Современный мир диктует новые стандарты. Успевать реагировать на запрос — главный ключ к развитию. На этом паблик-ток постарались раскрыть основные вопросы, связанные с городскими сервисами в Великом Новгороде. Например, пресловутые заборы у дорог. Это неудобно и совсем не модно. По крайней мере, так считают урбанисты. Но, по словам Татьяны Журавлевой, эти заграждения — боль для многих городов, не только для нашего. Это наша большая дискуссия с ГБДД, не только с местным, но и с многими регионами у нас есть. И разъяснение федеральных органов, и разъяснение Росдорнии, это подвет Минтранса, который нам четко говорит о том, что заборы ставятся по желанию. И дальше мы уже ведем диалог, и это вопрос аргументации региона, аргументации города. А насколько мы можем объяснить, что здесь безопасно быть без забора? Впрочем, заборы — это только частные случаи. Эксперты рассказали о том, как создать удобные городские сервисы для разных слоев населения. Ведь потребности у молодых мам, школьников, детей или пожилых людей разные. А значит, и инфраструктура должна быть подчинена конкретным социальным группам. Напомним, что подобные встречи проходят на площадке Треста в рамках интенсива «Архипелаг-2121». Эксперты, общественники, представители власти ищут решения для различных жизненных ситуаций. Кто такой каркадил, чем он знаменит и опасен ли? Об этом можно узнать, посетив совместную выставку музея-заповедника и экспериментальной мастерской «Новгородская глиняная игрушка». Она разместилась в детском музейном центре. Посетителям не только расскажут о процессе создания мини-шедеров, но и покажут, и даже предложат поучаствовать. Наталья Хмелева продолжит. Иностранные гости, для которых Open Air был устроен на берегу Волховой реки, когда скоморухи для них представление делали, и у них был свой дрессированный теленочек, они вдруг сами удивились тому, что из кустиков вышло что-то на четырех маленьких ножках с длинным хвостом, с маленькой головой, спокойненько теленочка так, оп, и в кустики унесло. Так описывают легенды странное чудовище каркадела, жившего давным-давно в Ильмине. Именно они позволили художникам, основателям мастерской новгородской глиняной игрушки, воплотить зверя в глине и создать поистине уникальное явление, собственно, новгородскую глиняную игрушку, которая еще 30 лет назад просто не существовала. Игрушка в древнем городе всегда была. И она была востребована, и она имела особый смысл. И вот сегодня, в 20-21 веке, на новгородской земле родились новые образы игрушки, и игрушка эта живет, развивается. Началось все с понимания новгородской игрушки «нет». Вот и начал над ней трудиться Святослав Тарасов. Это не реплики с археологических находок, а скорее творческий поиск, эксперимент со своими особыми приемами, стилистикой и образами, в которых, впрочем, без труда угадываются исконно новгородские сюжеты. Те же каркаделы, ушкуйники или, вот узнали, тот самый голубь с креста Софийского собора, который по преданию хранит Великий Новгород. Но особенные сюжеты — это еще не все. Если раньше и сейчас делают раз фигурку, раз, раз, поставят три фигурки, разные. А тут композиция. Струнка, струнка, балалайка. Вы видите, композицию, ее родить надо. Это целая история, конечно. А тут везде история. Везде история. Особенность новгородской игрушки еще и в том, что это именно игрушка от слова «играть». Элементы каждой композиции можно переставлять, комбинировать, придумывать новые сюжеты или открывать что-то неожиданное. Поиграть в игрушки на выставке, конечно, не дадут. А вот приобщиться к творческому процессу — пожалуйста. На то и нужны мастер-классы, на которых желающим, а по большей части это, конечно, дети, расскажут и об игрушке, и о том, как ее создать, и о глине, которая, как уверяют руководители мастерской, действительно способна творить чудеса. Например, помогать детям с особенностями здоровья. Посмотришь на руки, у него координации движения. Вот скажи ему, попади сюда. Он попадет сюда, вытащи от этого, он куда-то туда вытащит, понимаете. И вот только глина через 3-6 месяцев лечит это, лечит. Вообще работа с детьми, а их за 30 лет в мастерской побывало почти пять сотен, это особенная часть жизни, рассказывает Святослав Павлович. Иначе как получается, сделал игрушку, поставил на полку и все. А тут приходится раз за разом объяснять, показывать, оттачивать идею и образы. И порой, признается художник, руки начинают работать сами. Так и создается глиняное чудо, глядя на которое, хочется верить. Каркаделы в 21 веке не только приживутся, но и станут самостоятельным явлением культуры. Телят воровать они, конечно, не будут, а вот сохранить для будущих поколений особенный дух Новгородщины, пожалуйста. Наталья Хмелева, Андрей Жестаков, Новости, Новгородское областное телевидение. Звезды сериала «Паромщица», который снимается в Новгородской области, появились в музыкальном ролике. Его опубликовала в своем инстаграм актриса Глафира Тарханова, исполняющая в проекте главную роль. На видео актеры исполняют зажигательный танец под песню из мультфильма «Мадагаскар» В ролике также можно заметить Александра Ратникова, Андрея Фролова, Сергея Черданцева, Александра Гришина, Константина Даева. Напомним, что второй сезон «Паромщица» снимается с конца июля в Великом Новгороде и Новгородском районе. Съемки идут при поддержке правительства и региональной кинокомиссии. Первый сезон также снимали у нас. Его премьера прошла на телеканале «Россия». В 2020 году сериал вошел в лонг-лист премии «Золотой орел». К этой минуте все. Напомню, что поделиться интересной информацией вы всегда можете по телефону нашей редакции 70 30 03. Темы для сюжетов и предложения мы также принимаем в соцсетях, а все материалы и выпуски оперативно появляются на нашем YouTube-канале «Ноуград ТВ Ньюз». Далее о погоде на вторник, 10 августа. Я прощаюсь с вами и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин